Более 500 детей должны принять три новых детских сада после открытия. Однако до завершения строительства еще далеко. Учреждение дошкольного образования возводится на территории Щелковского района в рамках областной программы «Наша Подмосковья». К сожалению, в данный момент на всех трех объектах есть отставание от графика. После очередного выездного совещания руководитель администрации Щелковского района отметил, что санкции за срыв сроков строителям не избежать. Все-таки можно было бы распределить силы и средства для того, чтобы работать и в праздники. Потому что контракт – это святое. И за то, что произошел срыв контракта, несмотря на то, что и технологию, конечно, надо было соблюдать, но за срыв контракта они понесут штрафные санкции. Примерно на 55% завершены работы по возведению детского сада в Первом советском переулке. После открытия он будет готов принять 140 ребят. Сейчас здесь окончены монолитные работы. Устанавливаются окна, появляется кирпичная кладка на первом этаже. Тепловой контур подрядчик обещает закрыть после праздников. Значительно выше степень прогресса в строительстве детского сада на 240 мест в бассейном, который появится в деревне Медвежья озера. Здесь уже продвигаются фасадные работы. Сейчас полным ходом идут общестроительные работы. Нам осталось залить стяжки и уже будем выводить на отделку на шпаклевание. Ну, вы видели, там электрику уже раскладывают. Останется у нас там вентиляция, вода, ну и слаботочка, в общем, не так много. И уже отделка. Детский сад на 170 мест должен появиться на территории бывшей воинской части в поселке Новый Городок. Здесь также завершены монолитные работы, практически закрыт тепловой контур. Подрядчик обещает, что в праздничные дни работы прерваны не будут. Люди у меня будут в штукатуре, каменщике и работать без выхода. Понял, я третий приеду сюда. Администрация Щелковского района также планирует работать в новогодние каникулы. После осмотра социальных объектов Алексей Валов запланировал следующие выездные совещания на 1 и 3 января. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».